Всем привет! Сегодня у меня на канале Citroen Berlingo 2011 года, который был куплен моему отцу примерно полгода назад, весной 2020 года. Автомобиль 2011 года с двигателем 1.4, 5-ступенчатая механика, передний привод, 5-местный компакт-вэн или мини-вэн, как называют другие люди. Когда покупали, пробег автомобиля составлял 127 тысяч километров. Никто не знает, честный этот пробег или нет, но состояние автомобиля хорошее, поэтому мы его, собственно, и купили. Автомобиль был куплен для моего отца, он его использует в коммерческих целях. Покупали место к Газели, так как потребность в Газели пропала, такая большая грузоподъемность не нужна, объем кузова такой не нужен, надо было купить машину за 250, максимум за 300 тысяч рублей. Начали поиски с Лад Ларгус, почему-то в голову сразу приходит Лад Ларгус, никакие не Ситроемберлинги, не Фиад Добло. Оказалось так, что за 250-300 тысяч рублей в нормальном состоянии Лад Ларгус не купить, по крайней мере в наших краях, в Татарстане. После этого я начал смотреть другие автомобили. Фиад Добло, Ситроемберлинга, Пежо Партнер. Пежо Партнер Ситроемберлинга это одна и та же машина, которая выпускается с 1996 года, они принадлежат одной компании. ПСА, вот, начал смотреть. Фиад Добло, они стоили опять в нормальном состоянии, дороже 300 тысяч рублей, не подходит. Ситроемберлинга, Пежо Партнер в Татарстане было пару машин, и то полностью убитые. Еще смотрел Рено Кангу, это вообще редкостный экземпляр, либо они такие же ушатанные, либо их просто нет. После чего я начал смотреть ближайшие регионы, Ульянск, Чуваши, Мариэл, Вудмуртия. В итоге у Вудмуртия оказалось целых 6 таких машин. Берлинга, либо Пежо Партнер. И еще один Рено Кангу. Предварительно созвонившись с продавцами, я, конечно же, посмотрел автотеку, автору проверку, и увидел, что эта машина в автотеке красного цвета по фотографиям. То есть она продавалась уже до этого, и старые фотографии показывают красный цвет. Я подумал, что это, опять же, какие-то мошенники. Либо тут номер перебивали, либо еще что-то, либо специально забили номер от другого автомобиля, где показывает более лучшее состояние автомобиль. Меньше аварий, меньше владельцев. Приехал, посмотрел автомобиль, сверил ВИН-код этого автомобиля и того красного, который показывают в автотеке. Оказалось, что у этого автомобиля ВИН-код заканчивается на девятку, а тот, который был указан в автотеке, то есть в объявлении в авито, заканчивается на шестерку. По автотеке этот автомобиль даже оказался лучше, чем тот красный. Оказалось так, что автосалон просто одну цифру в конце забили случайно. Я им сказал, они удивились, посмотрели, и они, мне кажется, именно в этот момент поняли, почему у них машина до сих пор не продана, хотя она целая, и продавалась она с Нового года, и продали они только весной этот автомобиль. Поздней весной, получается, мы купили этот автомобиль. Машина стоила 295 тысяч рублей, сторговался я на 273 тысячи рублей. Она до сих пор без единого вторичного окраса. Есть, конечно, мелкие косяки по кузову. У автомобиля было три владельца. В общем, купили вот такой вот автомобиль вместо Ларгуса. Ну, а сейчас я возьму камеру и буду показывать кузов, буду рассказывать дальше про автомобиль, покажу состояние салона, кузова, покажу запчасти, которые у нас лежат, багажник, который надо еще поменять. Мы купили, но еще не успели поменять. Ну, и расскажу, какие затраты мы понесли после покупки этого автомобиля. Я буду рассказывать и про этот автомобиль, и параллельно сравнивать с Ларгус. Во-первых, начнем с того, что у Ларгуса кузов меньше, точнее он длиннее на 30 сантиметров. Но объем багажника тут больше на 450 литров. Тут 2800 литров, а у Ларгуса всего лишь 2350 литров. У автомобиля было одно ДТП. Это был удар в переднюю часть. Капот не пострадал, но пострадала фара. Бампер был заменен. Тут бампер стоит новый. И была заменена фара. Как вы можете видеть, фара стоит ДТП. Чуть-чуть треснута решетка. Видите, даже вот поклеили на герметик. Ну, я не знаю, не приклеено. Видимо, шатался. Ну, и сейчас шатается. Эта фара оригинальная, родная. То есть капот остался родной. Крыло осталось родное. Не крашеное. Просто вот, скажем, такой вот небольшой удар. Есть автомобили, у которых дверь открывается наверх. Кто-то говорит, что это удобнее. Когда под дождем грузишь машину, удобно. Ну, сами понимаете, особо выбирать не приходится. Распашные двери, нераспашные. На рынке живых машин осталось очень мало. Поэтому, если вы сможете найти в хорошем состоянии, а такие еще есть. Правда, у них цены могут кусаться. Я видел в Авито, они продаются, могут продаваться и там за 400 тысяч. Правда, у них состояние будет ближе, наверное, к новому. До 100 тысяч пробега от одного владельца. Вот, такие экземпляры есть. А машина вообще выпускалась с 96-го года. Когда в 2002 году был рестайлинг, вот, особо ничего не поменялось. Поменялись фары, по-моему, решетка чуть-чуть поменялась. И все, особо ничего не меняли, потому что машина была удачной. Продажи этого автомобиля только росли-росли. И даже когда в 2008 году выпустили новый Citroen Berling и Peugeot Partner, этот автомобиль не перестали выпускать, потому что, ну, настолько, как бы, он получился удачным. Покупатель меньше не становилось. Поэтому этот автомобиль даже выпускался параллельно Citroen Berling 2-го поколения. Машина считалась, потому что не только коммерческой, она считалась семейной. Citroen Berling 2-го поколения, конечно, если даже рассматривать 2008-2009 года, в нормальном состоянии до 300 тысяч рублей не купить. Вам, наверное, потребуется 350+. Ну, ладно, пойдем дальше. Колеса тут стоят 14-го радиуса. Размер 175-70 на 14. Колеса на тот момент, когда мы покупали, были почти новые. Возможно, даже новые. Причем диски тоже новые были. Сейчас покажу салон. Вот в таком состоянии салон. Еще раз напомню, автомобиль используется в коммерческих целях. Поэтому салон в таком состоянии, он особо не чистый. Я его, конечно, чуть-чуть помыл. Но сиденья, сами видите, они не совсем чистые. Но вот видите, пороги в каком состоянии. Тут ногами потерто. Вот. Ну, резинки вроде не порваны. В нормальном состоянии. Вот в таком состоянии. Руль. Эту штуку не буду снимать. В принципе, и так понятно, что руль потертый. Вот состояние ручки КПП. Кто умеет определять пробег по косвенным признакам, прошу вашего внимания. Можете написать, какой тут реальный пробег. Вот педали. Вот вам еще, кстати, полик. Такое негодное состояние. Он пришел буквально летом. После использования трех месяцев. Этот автомобиль, несмотря на то, что он выпускает с 96-го года, я считаю, Lada Largus далеко не ушел. А, возможно, даже отстал от этого автомобиля. В принципе, у нас тут панель похожа с Lada Largus. Так вот выглядит панель. В Lada Largus тоже там открыт такой бардачок. Внизу обычный бардачок. Комплектация этого автомобиля не сказать, что минимальная. Потому что есть уже управление зеркалами с правой стороны. А вот с левой стороны все-таки сэкономили. Поставили обычный рычаг. Заведем автомобиль. Пробег 144 тысячи. Попозже проехал 17 тысяч за полгода. Автомобиль использует в 95% случаев по трассе. Расход автомобиля составляет 6,5-7 литров на 100 километров. Но автомобиль ездит 90-100 километров в час. Не больше. Если, конечно же, ты будешь ездить на этом автомобиле больше, 110-120, то этот автомобиль, я читал отзывы, употребляет топливо чуть ли не более 10 литров даже на 100 километров. Поэтому этот автомобиль все-таки рассчитан для города, либо для трассы не более 100 километров в час. Мы еще выйдем на трассу. Я покажу, сколько оборотов показывает на 100 километров в час. Есть автоматические стеклоподъемники. Есть кондиционер. Есть даже обогрев сидений. Все работает. На автомобиле установлен ГУР. На Lada Largus бывают автомобили и без ГУРа. На этих я не встречал, чтобы были автомобили без ГУРа. Возможно, на дорестайлинговых версиях были. Обычная климатическая установка. По разным данным у этого автомобиля грузоподъемность от 500 до 600 килограмм. У нас по техпаспорту здесь написано 500 килограмм. А по техническим характеристикам некоторых сайтов встречается, что 580-585 килограмм. У Largus тоже разные данные. 500 килограмм, 600 килограмм. Будем считать, что в этом плане, конечно, они примерно одинаковые. Но если у Lada Largus стоит сзади обычная балка, здесь с подвеской есть кое-какие вопросы. Здесь, потому что стоит сзади торсионная балка, у этой торсионной балки есть проблемы с подшипниками и втулкой. Чем больше ты грузишь, тем чаще тебе нужно будет ремонтировать торсионную балку. А что именно, я еще покажу. Мы уже купили ремкомплект подшипников и втулок. Сейчас я покажу заднее сидение, багажник. Вот задний ряд сидений. Дверь открывается на салазках. Это надо смазывать. Говорят, это у них тоже проблемное место. Мы еще пока не ощутили на себе. Говорят, что ломается именно вот этот механизм, который ходит по салазкам. Надо смазывать. Надо, в общем, ухаживать. Вот так выглядит заднее сидение. Никакую химчистку тут не проводили с момента покупки. Хотя во время покупки машина была чистая. Места тут полно. Машина широкая, удобная. Даже сзади можно вчетвером ездить. Так выглядит задняя полка. Задняя полка используется редко. Это крючки для отделения зон. Чтобы повесить сетку на полу, кстати, тоже самое есть. Сейчас я покажу, как открывается, откидывается заднее сидение. Откидывается 40 на 60. Просто поднимаешь. И все, пожалуйста, вот у тебя ровный пол. Ну и то сидение тоже точно так же трансформируется. Сидение можно полностью снять. Идем к багажнику. Можно открыть изнутри. Это такие ограничители, чтобы случайно не ударить в другие машины. Это можно сделать вот так. На других машинах тоже используется. Это те запчасти, которые мы уже купили, про которые я говорил, но еще не поменяли. Сейчас покажу подкапотное пространство. Вот тут вот такой красный рычажок. Выглядит как будто запуск ракеты. Но нет. Это просто открытие капота. Видимо, для французов открытие капота это что-то опасное. Вот так выглядит подкапотное пространство. Ничего не мыли, не чистили. Аккумулятор был заменен уже до нас. Двигатель 1.4. Тот же самый двигатель, который выпускался в 90-е годы еще. Простой, нормальный двигатель. В принципе, наверное, такие же, как у наших автомобилей ВАЗ. Я считаю, что у автомобиля ВАЗ все-таки двигатели нормальные. Откатывают 300, 400, 500 тысяч километров. Эти двигатели тоже самые. 400, 500 тысяч. Бывает, попадаются объявления, у которых пробег 450 от одного владельца машины. Пишут то, что двигатель без ремонта и так далее. Вот следы той аварии. Видите, как тут так быстренько на скорую руку все сделали. Как я уже говорил, это фара Депо. Мененная. А это у нас родная фара. Видите, мы поставили лампочку большей мощности и расплавила блок фару изнутри. Тут используется ремень ГРМ, не цепь, которую надо менять каждые 60 тысяч километров. Масло двигателя не расходует. Это уже мы делали техобслуживание. Мы наклеили. В комплекте у нас в машине еще была вот такая вот книжка. Тут написано на замену масла каждые 10 тысяч километров. Ну и вот мы увидели вот такую вот надпись. Как увидели мы эту надпись, мы, конечно же, очень сильно порадовались. 70 тысяч замена ремня ГРМ. Тут, конечно, полагается каждые 60 тысяч. В итоге мы поменяли ремень ГРМ. Через 3 тысячи километров, только как купили машину, ездили спокойно, увидев эту надпись. Тут написано 82 тысячи замена масла плюс фильтра. Этой надписи я, конечно, не совсем обрадовался, потому что это могло быть первая замена масла, так как других записей тут нет. Так, давайте сейчас по запчастям. Как купили машину, поменяли сразу масла. Все три фильтра. Чеки не сохранились, но я примерные цены все же скажу. Потом мы поменяли ремень ГРМ с роликом, помпу не меняли. Комплект ремня ГРМ с роликом нам обошелся в 2460 рублей. Замена ремня ГРМ стоила 2500 рублей. Замена свечей зажигания. Свеча зажигания. Одна штука 150 рублей. Поменяли 4, 600 рублей. Ну и замена свечей стоила нам 350 рублей. На автомобиле нужно поменять тормозные накладки. Передняя, ну и задняя тормозные колодки. Спереди тут стоят дисковые вентилируемые тормоза, так же как на Ларгус. Ну и сзади стоят барабанные тормоза. Опять же, так же как и на Ларгусе. Передние тормозные накладки я купил компанией Хайкью. Вот так выглядят накладки. Хорошие корейские накладки. Я их использовал у себя на Мазде. Назад таких колодок не было. Это задние тормозные колодки от компании Накаяма. Вот так они выглядят. Компания так себе. Она не сказать, что хорошая. Наверное, больше сказать, что эта компания плохая. Но именно с тормозными колодками, по отзывам, проблем не должно быть. Ну, мы посмотрим, проверим. А так, люди очень сильно жалуются, когда меняют шрусы, которые хватает на 2000 км, на 5000 км. Или какие-нибудь подшипники. В коробках люди умудряются покупать подшипники. Просто у них название, видите, какое красивое. Накаяма. Вроде бы какое-то там японское. Но на самом деле, это, по-моему, компания от Южной Кореи. Но и то, эта компания, по отзывам, она не изготавливает сама запчасти. А закупает просто у других представителей. У тех же самых китайских. Потому что цены на эти запчасти прям низкие-низкие. Фильтр масляный. Цены примерные снизу будут. Чек не сохранился. Вот, фильтр он. Фильтр он, кстати, компания нормальная. Фильтр воздушный. 196 рублей. Friends Car. Тоже покупался в августе. Говорят, что на французские машины эта компания делает достаточно хороший товар. Так вот, выглядит. Без пакета. Ну, а что вы хотели за 200 рублей? Ну, а это салонный фильтр. Фильтр компании Aiko. Один из самых дешевых фильтров для салона. Он у нас будет запасным. Такой вот фильтр. Покупали его за 206 рублей. Местонахождение Японии. А вот адрес изготовления продукции, это уже Китай. Ну, вы видите, поэтому 206 рублей. В принципе, он фильтровать-то будет, никуда не денется. Я вам говорил про заднюю торсионную балку. На этих автомобилях это проблемное место. Чем больше ты перегружаешь автомобиль, тем больше у тебя колеса разваливаются в разные стороны. Становятся домиком. У нас эта проблема уже началась. Когда мы покупали автомобиль, колес стояли ровные. Сейчас есть какое-то отклонение от нормы, скажем так. Меняется в таком случае... Вот я купил как раз-таки запчасти компании BERT. Меняется втулка в таком случае. И меняются подшипники, комплект подшипников. Игольчатые подшипники, так называемые, я не знаю, здесь будет видно, не видно. Вот это все ставится на заднюю балку. Вот эти игольчатые подшипники, они сами по себе слабы. Но вот вы видите, да, ну, игольчатый подшипник для большой грузоподъемности, наверное, не совсем лучший вариант. Но, тем не менее, французы решили поставить сюда именно такую балку. И именно такие игольчатые мелкие подшипники. В связи с этим в форумах пишут, что если не перегружать автомобиль, хватает, ну, километров на 60-100 тысяч километров. Все по-разному пишут отзывы. Наш автомобиль все-таки используется в тяжелых, скажем так, условиях. Все-таки бывают перегрузы. И по 700, и по 800 килограмм возят. Как видите, результат налицо. Поэтому уже нужно делать эту процедуру. Процедура замены подшипников не очень легкая. Все-таки надо поднимать машину, надо разбирать балку. В некоторых сервисах за эту работу берут чуть ли не по 15 тысяч рублей. Есть также уже готовые варианты. То есть ты приезжаешь, у тебя снимается твою балку, тебе стоит сразу уже восстановленную балку, и ты сразу же уезжаешь. Работа, в общем, не быстрая, трудоемкая. Еще момент такой. Заднюю подвеску можно поднимать. Ну и, соответственно, подниматься будет твой клиренс. Тут чуть-чуть приподняли уже машину, после того, как купили. Делали сами все. Подняли где-то на 4-5 сантиметров. По запчастям это все, все, что меняли, все, что купили. Видите, мы уже машину чуть-чуть приподняли. Машина была... Вот это было примерно вот так. Ну, где-то сантиметр, наверное, оставался просвет, если смотреть сбоку. Мы подняли уже машину примерно на 4 сантиметра. Вроде бы машина сама по себе высокая, кузов высокий, но клиренс все-таки не такой уж большой. По разным данным, где-то 140 миллиметров клиренс, где-то 145. Видимо, от модификации, от двигателя. На эти автомобили еще устанавливались дизельные двигатели, устанавливались двигатели 1.6 бензин. Вот такой вот автомобиль. Сказать, что он морально устарел, я не могу. Почему? Потому что среди конкурентов, ну, за такую цену, ты можешь взять только, наверное, Lada Largus. Я не считаю, что Lada Largus морально машина новее. И все-таки это тоже старый прототип компании Dacia. Вот такой вот у меня получился видеообзор про этот автомобиль. Что я хочу сказать? На сегодняшний день цены на автомобиль взлетели чуть ли не до небес. Как мы видим на этом примере, автомобиль с 90-х годов, все-таки на сегодняшний день, до 2020 года, прям в космос по технологиям не взлетели, если сравнивать с тем же самым Lada Largus. Поэтому, если вы переживаете, что вы не успели поменять свой автомобиль старый, 10-летний, или, возможно, даже 15-летний, если даже у него с одной стороны китайская фара, не переживайте, друзья. Берегите свой автомобиль, ухаживайте за ним, и он вам все равно будет дарить только радость, и, возможно, как в этом случае, он вас даже будет кормить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА